Поехали. Попросите сейчас у Творца почувствовать его бесконечную любовь. Почувствуйте, как на вас идет поток этой любви, приятный такой поток, освежающий, смывающий какие-то неприятные чувства, ощущения. Поток, который окутывает снаружи, проникает внутрь, впитывается. Для него не существует преград. И просите у Творца, скажите, Творец, я хочу, помоги мне получить твою любовь. И эта любовь, она, в принципе, всегда идет в нас. Просто сейчас, когда вы обращаете на нее внимание, вы ее начинаете чувствовать, как все то, на что вы обращаете внимание. Я всегда напоминаю, вы помните, что вы сидите на стульях, сразу начинаете чувствовать стул, но вы же до этого на нем тоже сидели, но не обращали внимания. Также сейчас вы обращаете внимание на эту любовь. Вот почувствуйте, как вы ощущаете эту любовь. Кто может рассказать, как она ощущается? Ощущается? Ощущается. Не мешает. Голова стала тяжелой. Хорошо. А как вот ощущается? Какое состояние это вызывает физическое, эмоциональное? Расслабление. Так, что еще? А чувство какое-то вызывает? Спокойствие. Что еще? Жарко. Так, да. То есть пошла энергия какая-то. Вот вспомните, обратите внимание, вот когда мы обнимаем кого-то очень любимого и близкого, что мы делаем? Мы закрываем глаза. Почему? Вот почему мы закрываем глаза? А? Чтобы не мешали. Правильно? Мы хотим сосредоточиться на нашем внутреннем ощущении. Правильно? Вот видите, я вас сейчас, вы взрослые люди, я вас сейчас спросил, а как это чувствовать любовь? Вам сложно объяснить это. Детей обязательно нужно учить объяснять, что они чувствуют. А что ты сейчас чувствуешь? А как ты это чувствуешь? А что с тобой происходит? Он грустный или он радостный? Его нужно учить понимать, что он чувствует. Потому что если человек не научится понимать свои чувства и объяснять себе, то ему потом будет очень сложно строить отношения и чувственные отношения строить. У меня когда родилась первая дочка, моя мама, которая меня очень многому научила, она как бы не профессионал, но она талантливый очень человек, очень много наработок, которые я использую в своей деятельности. Я использую их, увидев их в детстве, наблюдая вот у мамы, как она с людьми разговаривала, как она успокаивала людей, когда у людей были какие-то проблемы родственников, знакомых и так далее. И она иногда говорит вещи, которые она даже не знает, насколько эти вещи глубоки. И она мне сказала 20 лет назад, когда моя старшая дочка родилась, она говорит, обязательно, я ее держал на руках, новорожденной, она говорит, обязательно все время обнимай ее, говори, какая она красавица, какая она умница и какая она замечательная. Я говорю, ну а ты, если будешь ее обнимать, или моя жена будет ее, или дедушка, она говорит, когда папа обнимает, это в девочке закладывает, во-первых, уверенность в себе, во-вторых, ощущение того, папа же архетип мужчины, что мне полагается, я достойна того, чтобы меня любили. Если папа говорит, что я красивая, значит, я 100% красивая. И я достойна хорошего отношения. То есть, когда она уже будет искать себе пару, она будет искать вот по этим матрицам, которые ей будут вложены. Кстати, то же самое с мальчиками, только от мамы. Если мама говорит, ты такой сильный у меня, ты у меня такой герой, ты у меня такой умный, мужчину надо хвалить. Помните? Мы говорили об этом. Ты у меня такой умный, ты у меня такой замечательный. Ой, как ты придумал! Какой ты молодец! Если бы не ты, я бы вообще... Он будет чувствовать себя уверенным, да? И он как бы будет уже уметь принимать вот эти вот похвалы в будущем от своей жены. Потому что есть мужчины, которые говорят, что ты меня все время хвалишь, что ты хочешь от меня? Человек с низкой самооценкой, который чувствует себя неловко и неуютно, что ему говорят о том, какой он хороший. Создается какая-то кургузая такая ситуация. Жена хочет его подбодрить, его поддержать. Говорит, не нужны мне твои вот эти вот похвалы. Кому они нужны? Создается дисбаланс. Окей. Значит, вы почувствовали сейчас вот эту вот божественную любовь. Теперь вы можете эту божественную любовь распространять 24 часа в сутки, на все мироздание в первую очередь, на тех, кто рядом с вами, своих детей, жен, мужей, родителей, друзей, кого хотите. Даже на соседей любимых. Дальше. Следующий момент у нас. Мы сейчас с вами будем учиться любить себя так, как творец хочет, чтобы мы себя любили. Любить себя любимого. И оказывается, мы не всегда умеем это правильно делать. То есть нам кажется, любить себя – это разрешать себе вот себя как-то баловать, разрешать себе какие-то излишества, может быть, даже иногда. Но на самом деле любить себя – это, как мы вот вначале говорили, это правильно себя оценивать. Опять же, не критиковать себя. То есть если у вас что-то не получилось, или у вас получилось не так, ну что ж, бывает, ничего страшного. Говорить себе постоянно, что я создан или создано таким, как меня создал творец, у творца плохо не бывает, у него ошибок не бывает. Значит, если он меня так создал, значит, большое спасибо за это. Есть такая история о том, как одна пара лет 200-300 назад, значит, ее, их знакомили. Как-то шедух, как сказать, это сватовство, да, сватали их. И мальчик там из одного городка, девочка из другого. И девочка, она дочка одного была очень-очень-очень известного большого раввина. И парень тоже очень подающий надежды, вот, в учебе Торы был такой мудрец молодой. И, значит, их решили дочку одного мудреца выдать замуж за дочку молодого мудреца. И он приехал познакомиться с ней. И когда она его увидела, она увидела, что он хромает, потому что у него одна нога, короче, другой. Она умница, красавица, дочка такого уважаемого отца. Она сказала, ну что, вы издеваетесь? Ну почему я должна вот за этого коллегу выходить замуж? Ни в коем случае. Хотя, вроде бы он так ей понравился. Она, он говорит, ну хотя бы поговори со мной, но я уже приехал. Она с ним поговорила, почувствовала, что замечательный парень, вот, есть какое-то такое тяга и влечение. Но все равно нет. Она говорит, ну, за коллегу я не согласна. И он ей сказал, разреши мне вот еще пять минут тебе кое-что рассказать, и тогда ты примешь свое окончательное решение. И он ей говорит, понимаешь, я вот занимаюсь кабалой, и мне открыты тайны духовности. И вот наши души, когда должны были прийти в этот мир, мы с тобой пришли друг для друга. Вот этот голос, который за 40 дней объявляет, да, что душа идет в этот мир, объявляет, кто будет парой. Вот он уже нас объявил, что мы с тобой будем мужем и женой. Ну, как бы ты можешь решить все, что ты хочешь. И было решено, что вот тебе для исправления нужно было прийти девушкой, у которой было бы такое увечие. То есть одна нога, короче, другой, чтобы ты хромал. И тогда моя душа сказала, что нет, я не хочу, чтобы она для женщины такое увечие, это еще больше, чем для мужчины, да. Поэтому разрешите мне, чтобы я взял это на себя, чтобы это увечие было у меня. Ну, и я вам даже трех попыток не даю, чтобы вы мне рассказали, чем закончилась эта встреча, и какое решение приняла эта девушка, да. Вот, разумеется, они поженились, и все было замечательно. То есть очень часто негативные вещи, которые мы видим и воспринимаем, мы их оцениваем неправильно, в силу нехватки информации. Мы просто не понимаем, а зачем это, да. И то же самое, то, что нам не нравится в нас самих, то, что нам не нравится в нас самих, это на самом деле только потому, что мы не знаем, почему это так. Теперь первый шаг к этому пониманию – это научиться любить себя так, как Творец хочет, чтобы мы себя любили. И вот мы сейчас с вами просто вот из одного упражнения переходим в другое. И вот сейчас вот опять почувствуйте вот этот вот поток любви Творца, который идет в вас. И в первую очередь скажите Творцу, Творец, я, может быть, чего-то не понимаю, почему у меня вот в жизни или вот просто в самом себе, в самой себе, почему вот я выгляжу так, как выгляжу, или какая-то у меня фигура такая, какая она у меня есть, или еще что-то, что я не понимаю, почему это так, а не по-другому. Но раз ты это так создал, значит, это самое лучшее, что для меня может быть. И я благодарю тебя за это. И вот почувствуйте благодарность. Почему благодарность? Потому что когда мы кого-то благодарим, мы открываемся перед тем, кого мы благодарим. Если мы очень кому-то благодарны, то вот мы готовы для этого человека, например, сделать очень многое. И когда мы понимаем, что вот Творец, я не знаю, чем это для меня хорошо, я не обладающее этой информацией, но раз ты мне это дал, значит, это для меня чем-то хорошо. Я что-то исправляю для того, чтобы стать самим собой, самой собой, чтобы стать лучше. И почувствуйте, как эта благодарность вот вас просто распахивает для того, чтобы вы получали от Творца еще больше, еще больше любви и не мешали ему давать эту любовь вам. Как вы чувствуете эту благодарность? Просто говорите Творцу, Творец я тебе бесконечно благодарен или благодарна. Кто уже почувствовал что-то? Хорошо. Помните, когда мы хотим, вот мы встречаем какого-то человека, которому мы очень рады, что мы в первую очередь делаем? Когда мы хотим с ним обняться? Да? Вот. Я весь, я весь открыт тебе, да? Я вот всего тебя хочу. Да? Обнять, прижать к себе. По сути дела, стать с тобой одним единым целым. Была такая картинка, что нужно в жизни иметь кого-то такого, который бы тебя заобнимал до бесконечности, да? Близкого человека мы прижимаем к себе, ребенка, нашего любимого человека, наших любимых родственников. Прижимаем к себе, мы хотим и закрываем глаза, да? Почему? Потому что, в принципе, мы хотим почувствовать максимально эту близость. И сказано, что все создано по образу и подобию Творца, в первую очередь мы с вами. И вот так как мы хотим почувствовать близость с тем, кого мы любим, кто для нас дорог, также Творец хочет почувствовать с нами близость, но еще на более высоком уровне, на бесконечно более высоком уровне. Вот это вот единство. И вот почувствуете сейчас вот это вот проявление Творца, любовь, его свет, гармония, тепло, которое вас окутывает. Представьте себя, что вот Творец вас держит на ручках. В Вавилонском Талмуде говорится, что почему ребенок так беззаботно спит на руках у мамы? Потому что он абсолютно ей доверяет. Да? Вот попробуйте почувствовать вот это абсолютное доверие к единому, всемогущему, бесконечному, самому-самому бесконечно доброму Творцу, который вас создал, дает вам все, что вам необходимо и очень-очень вас любит. Почувствуйте, как Творец вот обнимает и держит на руках вас. Хорошо. Очень хорошо. Наши мудрецы говорят, что у маленького ребенка мы должны научиться нескольким вещам. первое, это то, что он, если у него все в порядке, он сыт и чистый, и все хорошо, он всегда в хорошем настроении. Правильно? Второе, что он убеет добиваться того, чего он хочет. Вот попробуйте ему что-то не дать. Он будет лезть, он будет орать, он будет делать все, пока он не получит это или равноценно этому. И вот ребенок, когда мы его держим на руках, он нам доверяет. Поэтому он так расслаблен. Вот расскажите, что вы почувствовали, когда вы делали это упражнение? Кто хочет начать? Легкость. Легкость. А какое ощущение еще? Беззаботность. Как будто ты не здесь. Кто еще? Защищенность. А как вот ощущается защищенность? Можете описать? Ну, обычно у меня бывает, что ты находишься на месте животного, который тебя определяет, и вот время, то есть ты, конечно, не делай его. Совершенно верно. Умница, молодец, правильно, правильно, совершенно верно. Так, вот задаю вам вопрос, а что вам мешает все время? Он так себя чувствует. Что такого особенного сейчас было, что вы это почувствовали? Ничего, вы просто решили, я вам рассказал, что так можно. Раз, решили и почувствовали. Да? Теперь, если вот так натренироваться, что значит натренироваться? То есть думать об этом время от времени, испытывать эти состояния, то даже когда случаются какие-то ситуации стресса, вы можете опять же почувствовать, что вот я с Творцом, Творец меня обнимает, он со мной, как ребенок, вот он когда чего-то пугает, он так сразу за маму заходит, так и выглядывает. Почему? Потому что он считает, что с мамой ему море по колено. Вот. А мы должны чувствовать себя так с Творцом. Кто еще что почувствовал? Кто еще что почувствовал? Что-нибудь почувствовали? Нет? Секрет. Объяснить не надо. Ну и не надо, и не объясняйте. Почувствовали, и хорошо. Слава Богу. И последнее упражнение, которое мы сейчас с вами делаем, это вот вы почувствовали, как Творец вас окутывает, как он вас держит на руках, как с ним тепло, беззаботно, хорошо. Почувствуйте, что вы просто растворяетесь в Творце. Вы свои границы, просто они стираются, вы растворяетесь в Творце. Почувствуйте это. Это то, что называется отдаться, да, отдаться вот этим отношениям, этим эмоциям, да, полностью вот. И по сути дела получается, что вот эмоционально человек счастлив в отношениях тогда, когда он отпускает весь контроль, отпускает все границы и полностью доверяет, да, другому человеку. И вот тогда идет вот это вот слияние, истинное слияние. На всех уровнях. У кого получается? Да, получается очень хорошо. А у кого не получается? Не получается? А что мешает? Закрытый. Окей, как вас зовут? Вика. То есть вот то, что с Викой сейчас происходит, Вика говорит, мне очень хочется, но мне не получается, я закрыт. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть какие-то подсознательные части, да, которым страшно, страхи. Которым страшно, и они боятся отпустить вот этот контроль, боятся, боятся отпустить, как бы убрать вот эти вот якобы защиты. На самом деле Вика хочет от них освободиться, но пока не получается. Для того, чтобы это получилось, это нужно индивидуально, уже с Викой будет, позаниматься и помочь ей убрать, вот вынуть из подсознания эти механизмы, защитные, якобы защитные механизмы, да, в кавычках защитные. И убрать их, и дать вот это ощущение счастья. Очень многие люди, которые обращаются ко мне и говорят, вот я хочу больше чувствовать с женой. Обычно чаще мужчины закрываются так. У женщин это больше потребность к максимальному слиянию. Но у женщин тоже бывает. Это вот человек говорит, вот мне очень хочется, но мне не получается, или мне страшно, или вот в последний момент я боюсь, я не доверяю. Это обычно недоверие, да. Откуда берется это недоверие? Это опять же какой-то там предыдущий опыт, что вот я доверился, вот меня обманули и так далее. Меня как-то... То есть это тоже отдельная тема. Но то, о чем мы сейчас говорим, что, в принципе, каждый из нас создан и очень хочет вот этого вот открытия, вот этого доверия и этого слияния. И, в принципе, научившись ощущать это в отношении с Творцом, гораздо легче потом это делать в отношении любого другого человека. Я вам даже раскрою свой профессиональный секрет. Когда ко мне приходят мои пациенты, когда мы с ними работаем с их эмоциями, я каждого из них ощущаю, что вот я его так обнимаю, что стираются границы между нами эмоциональные, да. Разумеется, никого не трогаю руками. Но на эмоциональном уровне. И человек обычно, люди более чувствительны, говорят, ой, слушай, я вот чувствую, что вот какое-то твое присутствие, как будто вот ты со мной это делаешь, да. То есть я не говорю, что я делаю. Он говорит, вот как будто вот ты участвуешь в этом. Почему? Потому что человек чувствует вот это единение. Теперь у нас есть заповедь, возлюби ближнего, как самого себя. Задается вопрос, мы с вами об этом говорили, а как можно любить кого-то, кого я вот не знаком, или может, он мне не нравится, этот человек, да. Ты в первую очередь должен вот любить как божественную душу. Может, он себя ведет как-то неправильно, он не понимает, как надо себя вести. Но он божественная душа. И вот уже только за это ты его должен любить. А что значит любить его? Видеть в нем, искать в нем какой-то позитив, и вот с этим позитивом в нем чувствовать вот это единение. И люди тогда вот реагируют очень, вот вроде бы он ведет себя как-то агрессивно, вызывающе. А вдруг он так говорит, слушай, а ты вот какой-то такой хороший, что мне прям вот не хочется по отношению к тебе себя так вести. И особенно дети, вот я считаю, что педагоги, которые успешны, которые умеют расположить ребенка к себе, им, видимо, дано на эмоциональном уровне вот таким образом соединяться с детьми. То есть я как профессионал, видя, как это работает, я не вижу другого механизма, как это можно сделать. Когда вот это педагоги, которые никогда ни на кого не кричат, но их все слушают, их все дети уважают, делают те уроки, которые они задают, хотя как бы человек не прикладывает никаких усилий для этого вроде бы. На самом деле дети просто чувствуют, как их любят. И вот с помощью тех упражнений, которые мы с вами сегодня делали, можно, во-первых, больше ощущать любовь к себе, и можно еще больше ощущать и любовь к ближнему, и чтобы ближний ощущал вашу любовь. Да? Вопросы? Нет вопросов? Есть вопрос? Нет? Хорошо. Значит, мы с вами сегодня говорили о том, каким образом работает в мире любовь, что вся любовь, она от Творца. Любовь — это самая созидательная, созидающая сила в мире. Все виды энергии являются производными от любви. Любовь может созидать и разрушать. Вопрос, как мы пользуемся своим правом выбора. В силу разных эмоциональных стрессов и травм, которые мы переживали, мы можем закрываться от этой любви для себя или для окружающих. Эту ситуацию можно менять, такому человеку можно помочь. И самое главное, мы с вами должны максимально, насколько это возможно, на любое ваше свободное время, когда вы не заняты, в принципе, ничем, там, в дороге, когда вы какую-то механическую работу, там, моете посуду и так далее, пылесосите, неважно что, режете картошку, постоянно чувствовать, как я связан этой любовью с Творцом и распределять ее в мир. И когда вы ее направляете на своих ближних, любимых людей, то старайтесь стирать эти границы и чувствовать максимальное единство с близким человеком. Очень хорошо. Вопросов нету. Спасибо большое за внимание. Всего доброго.